Детский чепчик Я вяжу на куклу, поэтому у меня 36 см по расчету Вы будете вязать на ребенка, у вас, наверное, будет побольше 36 см расчета, это 90 петель моего рисунка Вот я набрала, провязала 16 рядов, одела протяжки на иглы И сейчас я начну вязать рисунок, точно так же, как я это делала в нашем песочнике Вязать буду по длине 1 четверть объема головы Но учитывая, что я связала уже планку, планка входит в расчет длины изделия То есть у меня планка 1,5 см, общее изделие 9, то есть четверть головы Получается, что я вяжу 7,5 см Моим рисунком Рисунок сейчас покажу, напомню вам Начинаем вязать линейка наша один к одному Выдвигаем через одну иглу в переднее нерабочее положение Отделочную нитку по очереди Вот как у меня в песочнике шли нитки по порядку, так и здесь Бросаю мою коробку рядом стоящую Четыре ряда На той же плотности, на которой вяжу 4,5 плотность Четыре ряда Раз Два Три Четыре Нитка больше не нужна В следующий раз будет нескоро нужна Мы все равно все уберем, как обычно Все наши краешки некрасивые Завязали Все наши иглы по работу Проверили язычки Основной нитью Основной цвет у нас белый Два ряда Те же самые иголки Вот заметили, какая иголка? И смело выставляйте все иголки по ней В переднее нерабочее положение Мою зеленую нить В конец очереди Следующая рыжая Точно так же Четыре ряда Убираем работу Два ряда белый Таким образом мы должны провязать 70 рядов По моему расчету По вашему, не знаю 9 см я должна провязать До сужения нашего чепчика Я провязала длину Необходимую мне Теперь надо делать закругление на задней части головы Для этого вот это все мое вязание поделили на 3 ровных части Вот я отметила себе Треть здесь, треть здесь, треть посередине Моя задача теперь вот эти две трети снять набросовые нити Аккуратненько, аккуратненько я снимаю набросовую нить Вот эти вот я оставлю в передней нерабочее положение Иглы, на которых буду вязать дальше Вот с этих сниму набросовые нити Смотрите, рис очень скользкий Чтоб не убежали петельки Сняла набросовую нить Мои вот эти части Сейчас будет самое интересное Будем вывязывать донышко у шапки Берем нашу следующую Нитку Поскольку мы все снимали, ищем заново Где у нас там наши петли были В переднем нерабочем положении Две последние остались здесь и здесь Если остаются на последней Иголки выдвинутые, лучше не надо Пусть работают обе иглы Последнюю иголку не надо выдвигать В переднее нерабочее положение Провязываем мы 4 ряда Так, обрезаю Она нам больше нужна Теперь наша задача Навесить Вот эти вот Отпущенные по краям Хвосты На вязание Мы будем вязать уже даже не по счетчику А в зависимости от длины Вот этих вот отпущенных сторон Вот мою петлю Сбросовые нити Последнюю, вернее первую Которая стоит Вот она аккуратненько Она уже натянулась очень нехорошо Сейчас мы ее вытащим Снимаю Одеваю на иглу Все Теперь я должна сделать с этой же стороны Вот эту вот мою петлю последнюю Которая так нехорошо тоже натянулась Тут Сейчас мы ее подтащим Вот она появилась Ее аккуратненько Одеваем на крайнюю иголку Поскольку вот эта вот часть Где мы провязываем 4 раза Очень узкая Считаем эти 4 ряда За один ряд И одеваем по одной петле Дальше я должна провязать Основную нитью Основную нить беру заново Потому что у того края Ее пришлось отрезать Берем ее снова Вяжем 2 ряда Я ее сейчас завяжу Опять одеваем петельку Вторую Они уже не будут так натянуты Их уже проще одевать Вот эту вот петельку 2 ряда Одеваем на иглу Мы не будем привязывать руками Мы прямо на машине все это свяжем Вот в чем смысл этого всего Можно конечно провязать эту часть И связать с тем что мы сняли на брусовую нить Но так мне кажется проще По крайней мере у нас будет четко видна Длина этой шапочки Так Брусовую нить одевать не надо Одеваем только петельку Не такие тоненькие Плохо одеваются Все Все одели Теперь опять по рисунку выдвигаем Приденье и рабочее положение нашей иголки Вяжем следующей нитью Единственное что Вязать мы это будем не Прямым полотном Будем делать убавки Убавки для того чтобы эта шапочка Лучше сидела по голове Чтобы она как бы Была заужена сзади Не стояла колом на голове Поэтому каждые 10 рядов Мы будем убирать по одной петле Можно убирать и чаще В принципе ничего ужасного не будет Вяжу свои 4 ряда Раз, два Три Четыре И опять одеваю Вот эти вот ниточки На Ниточки И опять одеваю Вот эти петельки На вязание Продолжаю таким образом У меня 7 рядов Еще 2 ряда И я буду убирать Боковые иголки Мы должны сузить немножко полотно Видите у меня здесь уже начинается загиб Сейчас я уберу петлю С одной стороны петлю с другой стороны И теперь я спокойно вяжу дальше еще 10 рядов Моя шапка одета полностью Видите Вот получается мой шов Его тут практически не видно Вот он Все симметрично Все интересно Все Здесь мои бабочки Теперь По кругу все это идет Очень хорошо Теперь снимаем это все Набросываю нить Будем делать Подгиб Или планочку Для нашей шапки Вот что получается Наш шапчик Вот такой Практически готовый Надо будет только убрать нитки Отрезанные И нижнюю планку сделать Планку я посмотрела Моя планка Подгибка с этой стороны Была 90 петель А мне нужна 90 петель и 36 см Мне же нужна планка 23-24 см 58 петель Значит Я беру 58 петель И вяжу планку Планка будет не длинная Потому что шапка достаточно большая Получилась 10 рядов с одной Планка готова Теперь моя задача Одеть мой чепчик На иглы Делать я это буду С верхней стороны Я этот способ уже показывала Много раз Но покажу еще раз Но учитывая Что у меня здесь открытые петли Я должна одеть петли Потом Вот эти края Без петель Уже по оставшимся иглам Я посчитала У меня здесь 16 петель осталось Кстати совет Когда вы планки Или что-то вяжете Начинайте Делайте симметрично Вот у вас есть нолик Отсчет Делайте симметрично В обе стороны В данном случае Мне это пригодилось Я сейчас по 8 петель С каждую сторону Отмечу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Вот она Отсюда я могу Спокойно одевать Мои петельки Не забывайте Одевать наши протяжки Симметрично Если у меня на подгиб Ушло 5 игл То и здесь Мне должно уйти На этот же подгиб 5 игл Чтобы все было одинаково Не остаются В середине Вот такие вот провисы Убираю я их Беру серединку И одеваю на Примерно среднюю петлю Они даже иногда Сами ложатся Вот так вот Главное Здесь провисы небольшие Вот эту часть Надо убрать Как следует Которую рядом С нашим донышком Чтобы рисунок Ну рисунок тут Боковой Он тоже не страшный Все Примерно вот так вот Одели Ровненько Чтобы все Хвосты ушли Сюда Наизнанку Вниз Сейчас мы планкой Это все Всю эту некрасивость И закроем С этой стороны Одели Со второй стороны Одеваем точно так же Можно было Сделать это С лицевой стороны Это даже было бы удобнее Потому что В принципе без разницы Лицевая здесь сторона Или изнанка Просто по Лицевой стороне Тогда прошла бы косичка И так она пойдет По изнанке Разницы никакой Теперь моя задача Эти вот хвосты Отрезать Потому что они будут Очень мешать Они лишние Очень длинные И все их Вот так вот Сантиметра на два Обрезаю Под самый корешок Не надо Могут нитки разойтись Теперь Все это немножко Подвинем Для удобства Из очки Конечно Данный способ Не особенно-то удобен В исполнении Зато очень красив В готовом виде Очень чисто получается край Теперь Мои протяжки Которую мы Одевали Обвитием на иглы Просто одеваем На эти же иголки До конца Вот так я одеваю И закрою Это все косичкой Все мои Некрасивые хвосты Уйдут внутрь Их будет вообще не видно Просто Как обычно Самой обычной косичкой Закрытие косичкой Один нюанс Здесь есть Нужно стараться Чтобы Наш Нитка Не попала На платинке Сейчас я вам покажу Вот здесь Когда я Обвиваю нитку Видите Если у меня нить Вот так вот ляжет На платину Вот здесь Вот видите Она легла Здесь будет Толстая протяжка Смотрите Чтобы она не легла На платину Она должна Плотно Обвить изделие Следующая Видите Она так и хочет Улечься на эту платину Если я ставлю Там будет Очень некрасивая протяжка За этим надо смотреть Просто Отгибаете изделие Немножко И видите Куда там Ложится наша Нитка Ну вот он Результат Наш Трудов Наш Чепчик Наша задача Теперь убрать Все торчащие Нитки Которые каким-то Образом вылезли Изнутри И снаружи Вот это все Убрать Вот этот край Открытый Подгибки Мы не зашиваем Хотя можно его зашить И пришить к нему веревочку А можно вставить Внутри Продеть ленточку Можно Витой шнурочек Продеть Можно Правда Подшить Сюда И завязывать Уже Подшиваем Вот здесь Зашиваем Пришиваем Сюда Ленточки Все Можно Можно одевать Отвариваем Будем мерить